Скидочные купоны. На первый взгляд кажется хорошим предложением, но вы рискуете потратить больше, чем планировали. В 2018 году в США распространили более 256 миллиардов купонов. По неизвестной причине вещь ценой в 200 долларов кажется нам менее привлекательной, чем вещь за 400 долларов с 50% скидкой. Вещи со скидкой иногда могут стать действительно выгодной покупкой, но если вы хотите что-то приобрести только из-за сниженной цены, подумайте еще раз. Скидки и специальные акции создают иллюзию экономии денег, но в конечном итоге вы можете купить бесполезные вещи только потому, что их цена упала вдвое. Возможно, ваше утро начинается с чашки кофе в Старбакс, но вы когда-нибудь считали, сколько денег тратите на эту привычку? У миллениалов уходит более 2000 долларов на кофе ежегодно. И иногда это даже больше, чем они вкладывают в свой пенсионный фонд. Купите термос и варите кофе дома. Обычно мы выпиваем полтора литра жидкости в день, и бутилированная вода обходится нам довольно дорого, если посчитать все бутылки, купленные за год. В целом люди покупают примерно 200 миллиардов бутылок в год. Кулер или фильтр для воды поддержат ваш уровень влаги и сэкономят вам деньги. Мы тратим кучу денег на мелкие покупки, даже не замечая этого. Например, фастфуд на бензоколонке стоит недорого. Но если вы регулярно покупаете себе хот-доги или бургеры, к концу года набежит значительная сумма. Не ходите в продуктовый магазин, когда голодны. Особенно, если вы делаете это чаще раза в неделю. Голод заставит вас купить больше, чем нужно, и в вашей тележке окажутся продукты, которые вы обычно не едите, потому что в этот момент вы очень голодны. Низкокачественные, расфасованные и якобы вкусные продукты часто не содержат в себе достаточное количество питательных веществ, из-за чего ваши порции будут становиться все больше. Вы можете сделать домашние блюда более вкусными, добавив в них специи. Вы можете даже вырастить их на своем подоконнике. Не воспринимайте срок годности как что-то критичное. Сухие продукты, такие как хлопья, макароны и крупы, сохраняют свои качества намного дольше, если их хранят в сухом прохладном месте. Иногда предметы личной гигиены имеют более длительный срок годности, чем указано на упаковке. Еще одна хитрость – не покупать так называемые товары для женщин. Женские бритвенные станки и шампуни стоят намного дороже, но работают так же, как и мужские. Не платите за услуги, которые можете выполнить сами, будь то ремонт машины или маникюр. Перед тем, как обратиться к специалисту, подумайте, а что если я могу сделать это самостоятельно? Нам всем нужно подравнивать волосы. Но действительно ли нужно тратить деньги на дорогую стрижку в престижном барбершопе? Некоторые бизнесмены и миллиардеры, такие как Джон Кодуэлл, стригут себя сами. Вложитесь в качественные ножницы, которыми сможете подравнивать челку дома. Что касается бизнес-ланча, то вы можете каждый день ходить в ресторан или покупать уже приготовленные и упакованные обеды. Но контейнер с домашней едой будет дешевле и намного полезнее для здоровья. Эта хитрость позволит вам ежемесячно экономить крупную сумму. В отпуске всегда хочется оторваться по полной, но для этого не нужно покупать билеты первого класса и бронировать пятизвездочный отель. Распространенная ошибка – делать выбор в сторону шикарных люксов, потому что вы в отпуске и заслужили это. Если вы решите арендовать квартиру во время путешествий, то будете удивлены, узнав, что она часто стоит дешевле отеля, и многие квартиры оборудованы удобствами, которых нет в отеле. Например, кухней. Бонус – вы почувствуете себя местным, когда будете готовить еду, купленную в продуктовом, а еще сэкономите деньги. Кажется, что лотерея – это способ разбогатеть. Но на самом деле все наоборот. Эта азартная игра оставит вас без денег. Поверьте, миллионеры не появляются в супермаркете, чтобы прикупить парочку лотерейных билетов. Скорее всего, вы просто потеряете 100 рублей, потраченных на билет. Конечно, это не так уж много, но привычка регулярно участвовать в лотерее превратится для вас в большие расходы. Другие схемы быстрого обогащения тоже не работают. С их помощью богатеют только создатели. Возьмите деньги, которые вы собираетесь инвестировать, и потратьте их на образование, спорт, увлечение и другие долгосрочные проекты. Не стоит покупать вещи, которые вы не можете себе позволить. Особенно, если они очень дорогие. Проценты по кредиту и кредитным картам съедят весь ваш бюджет. Богатые люди чаще арендуют квартиры, а они покупают их. Это дает им свободу и возможность менять жилье, когда им этого захочется. Кроме того, если вы еще не миллионер, вам стоит знать, что проценты по ипотеке огромны, а у аренды их вовсе нет. И все же, если вы уже решили купить собственный дом, не приобретайте что-то дорогое и огромное. Даже мультимиллиардер Уоррен Баффет живет в маленьком скромном доме, который стоит лишь крошечную долю его состояния. Он купил его более 50 лет назад, за 32 тысячи долларов и никогда не менял. А если у вас уже большой дом, вы можете выбрать что-то поменьше. Карл Дженсен из Колорадо продал свой особняк, выбрав более бюджетный дом и вложил деньги в пенсионный фонд. Этот подход позволил ему выйти на пенсию в 40 лет. Украшая дом, не покупайте бесполезные мелочи, такие как ароматические свечи, фигурки и другие безделушки, которые не составляют никакой ценности. Они будут просто пылиться на ваших полках. Не покупайте дорогие вещи, используя кредитную карту с высоким процентом. Состоятельные люди богаты, потому что принимают мудрые решения. Они не покупают вещи, которые вскоре упадут в цене. Чаще они предпочитают их арендовать. Одежда, ювелирные изделия, даже часы вполне можно взять на прокат. Незачем пытаться произвести на людей впечатление, выбрасывая кучу денег. Что касается одежды, то не стоит впадать в крайности. В очень дешевых вещах тоже нет ничего хорошего. Если вы думаете, что недорогие вещи помогают экономить деньги, то это иллюзия. Она исчезнет, как только вы поймете, что купленная вами одежда не прослужит вам долго. Старайтесь покупать вещи, которые сочетаются с остальным гардеробом и идеально на вас сидят. При покупке электронного устройства или машины вам могут предложить продленную гарантию. Не соглашайтесь, цены на эти гарантии завышены и зачастую в них входит комиссия. Разумнее сэкономить эти деньги, чтобы потратить на ремонт, когда закончится обычная гарантия. Пышная свадьба всем на удивление или дорогой свадебный торт – не лучший способ вложения. Многие состоятельные люди предпочитают яркие впечатления о нематериальной ценности. Так что лучше инвестировать деньги в медовый месяц. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и присоединяйтесь к Эдми.